МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня у нас в студии директор Центра социальной поддержки населения Ахтубинского района Шубина Валентина Васильевна. И говорить мы будем о проблемах, связанных с семьей, а точнее о выявлении семейного неблагополучия. Дело в том, что органы социальной защиты очень серьезно работают в этом направлении. Задача одна – спасти семью, в которой растут дети. Потому что зачастую пьянство родителей становится причиной того, что детей из семьи изымают. Ну, а учреждения, где эти дети воспитываются, конечно, не самые лучшие. И лучше, когда ребенок растет в кровной семье. Валентина Васильевна, мы к этому разговору уже не впервые возвращаемся. И вот я знаю, что действительно серьезная работа ведется в этом направлении. Давайте поговорим, что практика показывает, насколько успешна эта работа. Добрый день всем Ахтубинцам. Значит, проблема действительно очень серьезная. И в основном эта проблема кроется… Вот проблема неблагополучия, она заключается в пьянстве родителей. Это самая основная проблема. Малообеспеченность, отсутствие работы – это уже факторы как бы побочные. Самое главное – пьянство. Пробная работа, как бы была начата в 2009 году, еще в 2009 году. И вот уже вплотную полномочиями по выявлению раннего семейного неблагополучия мы начали заниматься в 2012 году. У нас был создан отдел и во всех районах области, не только в Ахтубинском районе. У нас был создан отдел по работе семьей, опеке и попечительству. То есть он так и называется. Первая фраза – это по работе с семьей. То есть сначала выстраивается работа, как помочь семье, как вытащить ее из тяжелого положения. А затем уже, если не получается, тогда начинает работать уже орган опеки по жизнеустройству данного ребенка или там данных детей в этой семье. Значит, ну что хочу сказать. Работа выстраивается, работа идет тяжело. Работаем не только сами, не сектор по работе с семьей. Он у нас составляет 5 человек, 5 работников. Работают, в принципе, все структуры социальные. У нас создана комиссия по работе, межведомственная комиссия по работе с такими семьями. В состав входят медицинские работники, причем заместитель главного врача центральной районной больницы. У нас входят сотрудники образования, священнослужители, полиция, служба занятости, наши специалисты. И вот таким составом мы стараемся не просто разговаривать с родителями о ситуации в их семье, мы стараемся наметить план работы с этой семьей, где включаются, в принципе, действенные меры. Это помощь в оказании трудоустройства родителей. Они зачастую не работают. Это помощь в устройстве детей в детские садики. Оказание материальной помощи. Оказание вещевой помощи. Натуральную помощь оказываем. То есть рассматриваем со всех сторон ситуацию в данной семье. Вот за эти годы работы мы имели контакт, значит, почти с 400 семьями. 372 семьи у нас за это время стояло на учете. 199 мы сняли с учета. То есть семья... Но это хороший показатель. Это, в принципе, показатель неплохой, но мне вот еще хотелось обратить внимание на то, что как бы все семьи, они делятся на две как бы категории. Это семья, которая попала просто в трудную жизненную ситуацию. То есть малообеспеченная семья. Временно родитель не работает, да? Или еще какие-то объективные причины. И вторая категория. Это, в принципе, тяжелая категория семей. Так называемые соповцы. Это социально опасные семьи. То есть пьющие родители, которые забывают о своих обязательствах перед детьми. Вот с этими семьями приходится работать, конечно, очень тяжело. И вот та комиссия, о которой я и сказала, по межведомственному взаимодействию, вот именно с этой категорией семей работает эта комиссия. Но я знаю еще, трудность основная заключается в том, что вы работаете только с теми семьями, которые идут на контакт. Если семья не идет на контакт, как с ней работать? Да. Здесь правильно вы говорите. Никаких принудительных мер мы применить не можем. Чисто добровольное согласие данной семьи идти с нами на контакт. То есть, чтобы было понятнее, два слова, как сама работа выстраивается. Как правило, поступает сообщение о неблагополучии. Все мы прекрасно понимаем. Семья такая, ну как бы, ячейка, которая, в принципе, закрыта. И мы не знаем, что происходит в этой семье. Но, тем не менее, вот хорошо работает медицина, да? Они видят, допустим, нездоровье ребенка, да? Неявка мамы с ребенком на прививку, да? Школа. Они же видят, в каком состоянии приходит ребенок, да? Или он опрятный, он отдохнувший, да? Он сытый. Или он приходит в школу грязный, с невыученными уроками. Очевидно, что он не выспался. То есть, вот по таким сигнальным картам мы начинаем действовать. То есть, по сути дела, врачи и педагоги как раз и выявляют, в первую очередь, вот это семейное неблагополучие. Ну, самое большое количество выявленных случаев, да, медицинскими работниками. Самое большое образование очень хорошо в этом плане работает. Врачи и педагоги. Да, врачи и педагоги в основном. Иногда нам сообщают соседи. Ну, разные бывают случаи, разные ситуации. И вот в этом случае мы уже выезжаем, значит, в семью и, как бы, пытаемся договориться. То есть, открыть глаза на ту ситуацию, там, маме, папе, что сложилось в их семье, и предлагаем идти с нами на контакт. Вот, помимо тех мер поддержки, о которых я сказала, у нас в штате сектора есть психолог, который может поработать и с родителями, и с ребенком. То есть, прилагаем общие усилия для сохранения ребенка к ровной семье. Ну, вот как часто эти люди идут на контакт? Или, может быть, наоборот, нечасто? Ну, уговорам, можно сказать, поддаются практически все. Редкие у нас случаи, когда мамы, папы не идут на контакт и вообще отвергают наше вмешательство. То есть, это единичные случаи. В принципе, на контакт идут. Но результаты работы, ну, мягко сказать, иногда сходятся к нулю. То есть, мы долго говорим, мы долго убеждаем, мы намечаем план на межведомственной комиссии, с планом знакомятся родители, под ним подписываются, и мы начинаем работать. И у нас есть случаи, когда результаты полугодовой работы, в принципе, свелись к нулю. То есть, на контакт идут, но ничего не хотят делать для того, чтобы изменить ситуацию? Да, они подписали договор о совместном, будем говорить так, сотрудничестве. Но в процессе революционных мероприятий они могут не идти на контакт, могут не отвечать на наши звонки, могут не выходить, когда мы приезжаем к ним домой. То есть, мы понимаем, что дома, семья дома, но они просто не хотят с нами сегодня общаться. Вот в плане законодательства, вы же можете действовать только в рамках закона. Вот что является основной преградой? Вы можете принудить к лечению таких людей, родителей, страдающих алкоголизмом? Ну, в законодательстве на эту тему сплошные пробелы. Значит, по лечению мы все знаем, никаких принудительных мер по лечению никто применить не может, ни мы, ни медицина, никто абсолютно. Есть ведь еще и ситуации такие сложные, они в законодательном плане, для понятия самой ситуации. То есть, мы видим, в каком состоянии находится ребенок или дети в этой семье. Вот нет трактовки, вот сейчас мы на межведомственной комиссии это много обсуждаем, нет самой главной трактовки угроза жизни ребенку. И нет вообще понятия изъять детей из семьи. То есть, ни при каких обстоятельствах, в принципе, детей из семьи забрать нельзя. То есть, должно быть согласие родителей на те или иные реабилитационные мероприятия. Но вот когда родители все-таки лишают родительских прав, вот это, я понимаю, вынужденная мера, но вот... Но это уже другая ситуация. Вот мы, проработав с семьей, допустим, ну разное время по каждой семье работы есть, и работаем полгода, да, и по году у нас есть семьи стоят на учете. Мы стараемся вот все, о чем я сказала, как бы применить к ним. Видим, результата нет. Хотя задача поставлена ведь не только нашим министром и губернатором Астраханской области, она поставлена президентом для сохранения кровной семьи для ребенка. Вот тогда мы, опять же, не сразу идем на лишение родительских прав. Мы пытаемся применить законную меру такую, как ограничение в родительских правах. Закон нам позволяет это сделать, и на полгода мы можем ограничить ребенка, родителей в родительских правах. Это делается с целью того, чтобы родители все-таки как-то пересмотрели. Задумались, то есть они должны понимать, что над ними нависла угроза вообще потерять детей. Помогают? Вы знаете, основные случаи, которые у нас были, это расслабляет родителей совершенно. Они считают, что у них дети пристроены, под надзором государства, они сыты, обуты, одеты, и они, в общем-то, вообще теряются в этой жизни. Вообще теряются в этой жизни. У нас в этом году были случаи ограничения родительских прав, которые в конечном итоге пришли к лишению родительских прав. Есть еще такой момент в законе, который позволяет этим родителям восстановиться в родительских правах. Но таких случаев тоже нет. Валентина Васильевна, при прошлой встрече Вы говорили о том, что у нас теперь в районе есть совет отцов, который тоже должен внести свою лепту в работе по выявлению неблагополучия семейного и поработать с отцами из этих семей. Вот как обстоит дело? Вот настолько проблема беспокоит сейчас структурой, от кого это зависит, что данный вопрос, во-первых, он постоянно находится на контроле нашего министра. Я как бы даже и не говорю, это вообще приоритет сейчас в нашей работе. Он находится на контроле постоянно губернатора. Я знаю, что губернатор на днях местных самоуправлений спрашивает по этому поводу из глав муниципалитетов. И вот я, прежде чем сказать о совете отцов, я скажу, что вот, изыскивая формы работы с этими семьями, мы, в принципе, уже даже не знаем, что нам придумать. У нас в Ахтубинском районе в каждом муниципальном образовании созданы так называемые общественные советы по работе с семьей. То есть в каждом муниципальном образовании есть наш специалист. Специалист в контакте с главой создали такой совет, куда вошли, ну, можно так сказать, авторитетные люди этого муниципального образования. И вот эти люди очень занятые, благополучные, да, они работают с этими семьями, делают выходы в эти семьи, решают, пытаются их проблемы. Это вот как бы одна из форм. Но я хочу сказать, что вот такие советы общественные, у нас очень хорошо, очень хорошо работают в копьяре. И как противоположный пример Болхуны, где глава у нас вообще не занимается этой проблемой. Ну вот, к сожалению, так. Нет таких семей? Есть, к сожалению, Болхуны у нас село тоже не совсем благополучное, но глава, наверное, считает, что это не совсем его задача. Следующая форма работы, о чем вы спросили, это советы отцов. Они созданы еще не во всех муниципальных образованиях области. Значит, в нашем районе создан совет отцов, согласился его возглавить глава муниципального образования Ахтубинский район Виктор Алексеевич Ведущих. У нас, ну, на этот совет чисто мужской, будем говорить, коллектив. У нас есть в составе военнослужащий, мой заместитель входит в состав этого совета, возглавляет Виктор Алексеевич. От полиции Сергея Геннадьевича Буйкина, мы даже как бы не скрываем этот состав, а вот говорим о том, да? Я знаю даже, что уже состоялось первое заседание. Состоялось первое заседание, были приглашены как пробный вариант два папы на это заседание. Ну вот в дальнейшем планируем эту работу активизировать, пока трудно говорить о результатах, но тем не менее пытаемся как бы теперь с папами. Потому что вот все те формы, о которых я сказала, нам чаще всего приходится контактировать с мамами. Потому что, как правило, папа, ну, либо его по документам нет, мама-одиночка, ну, либо еще и та причина, что мама как бы чаще идет на контакт. Вот теперь такая форма, как совет отцов. Возглавляет Виктор Алексеевич, я повторяю, первое заседание мы уже провели. Разговор состоялся. Уважаемые телезрители, свои вопросы вы можете задавать по телефону 362-75. Я напоминаю, что тема сегодняшнего разговора – выявление семейного неблагополучия. Валентина Васильевна, насколько вот активны граждане? Вы говорили, что иногда соседи тревожный сигнал подают, что там вот рядом растет ребенок, неухожен. Вот граждан поступает немного, единичные абсолютно случаи, но, тем не менее, бывают такие моменты, когда приходят и предлагают обратить внимание на ту или иную семью. Мы берем на заметку обязательно. Вы уже говорили о том, что работа действительно сложная, не все семьи идут на тот контакт, на который вы рассчитываете. Вот, ну, даже если есть результат, пусть даже небольшой, это уже хорошо, говорят. Одна спасенная семья – это чьи-то родители, это чьи-то дети. Вот, вот давайте о положительном опыте поговорим. Все-таки хотелось бы думать, что, ну, столько людей работает не зря. Ну, положительный опыт. Пока, как бы, вот эта работа не особенно дает положительные результаты, хотя я уже сначала вот сказала, да, что есть семьи, которые мы снимаем с учета. Ну, вот тут мне немножечко хотелось бы о другом сказать. Ну, не получается с семьей. Вот есть случаи лишения родительских прав. Причем, вот итоги первого полугодия по лишению родительских прав, они у нас почти наравне с итогами всего 2013 года. То есть причина этому вот сдерживание лишения родительских прав в 2013 году. То есть практически все семьи, где мы ограничивали в лишении родительских прав, они у нас вот перешли в статус лишаемых, будем так говорить. Но здесь нужно что сказать, что ведь у нас есть очень много семей в городе, в районе, которые желают взять этих детей. Желают. В случае лишения родительских прав они берут в свою семью этих детей. И форму жизнеустройства мы вот в прошлый раз, когда встречались здесь с вами, мы о них подробно говорили. Они остаются такими же, это опека, попечительство, это самая приоритетная форма устройства усыновления. И очень развитая форма сейчас на территории Астраханской области и вообще во всей Российской Федерации, это приемная семья. Где приемные родители за вознаграждение осуществляют родительские, можно так сказать, обязанности за этими детьми. Ну вот опыт приемных семей говорит о том, что, в общем-то, работа ведется очень удачно. Дети там устроены очень хорошо, они довольны. Родители к ним, приемные родители, очень хорошо относятся. И тут вот возникает вопрос, с одной стороны, вроде бы надо кровную семью сохранить, но родные же родители. А с другой стороны, может им действительно лучше в приемной семье, где о них заботятся, где их любят, в конце концов. Вот как вообще взрослых людей, родителей, вот таких, заставить об этом задуматься? Ну, о том, как заставить задуматься, вот мы с вами говорили, да, то есть не всегда это получается. В большинстве случаев это не получается. Конечно, попадая в приемную семью или там под любую другую форму жизнеустройства, конечно, эти дети, они, безусловно, ужасно тоскуют по родителям. Какие бы они ни были родители, они тоскуют по ним. Но то, что жизнь в приемных семьях комфортная, что родители приемные действительно отдают всю душу этим детям, я все-таки думаю, что говорит тот показатель, что за весь период образования приемных семей у нас не было, слава Богу, я боюсь сглазить, хотя человек не очень суверный, у нас не было ни одного возврата ребенка из семьи. То есть если ребенок попадает в приемную семью, а сегодня у нас проживают в приемных семьях 45 детей, 24 приемных семьях, еще, слава Богу, не было ни одного случая возврата, хотя такое право есть у приемных родителей, ни одного случая возврата детей назад в государственные учреждения. Ну вот такой вопрос. Есть ли какие-то льготы родителям, усыновившим ребенка? Ну тут говорится усыновившим, а у нас же несколько форм устройства. Ну по усыновившим нет. Ребенок приравнивается к родному ребенку, это его кровная семья. То есть как только усыновили ребенка, считается это юридически, считается, что это его кровная семья. Да, это его кровная семья. А вот какие льготы по семьям приемным? Приемные семьи получают родители вознаграждения, ну можно сказать еще как бы по-другому, это зарплата та же, хотя по всем документам считается вознаграждением. Ну я сумму не буду озвучивать, там около 7 тысяч вознаграждения, и они еще получают примерно равную же сумму на поддержку как бы этого ребенка. То есть это вот то, что получают. Выплаты также есть и на опекаемых детей. Если семья, в которую приняты приемные дети, стала многодетной, они обязательно пользуются льготами многодетных семей. Вот Валентин Васильевна, такая вот интересная ситуация получается. Конечно, людям, которые берут на себя заботу о детях, берут их в приемную семью, им надо помогать, их обязательно надо поддерживать. Но с другой стороны вот возникает такой вопрос. А если вот попала семья в тяжелую жизненную ситуацию, может быть стоит поддержать кровную семью? Может быть мы не имеем в виду тех родителей, которые злоупотребляют спиртным, а просто попала семья в тяжелую жизненную ситуацию. Вот предполагается какая-то поддержка для такой семьи? Ну это те социальные выплаты, пусть они как бы и не очень велики по размеру, но они же есть, они через нашу службу идут. Пусть даже эти мизерные детские посуды. Но они несоизмеримы с той помощью, которая предполагается для приемной семьи. Пусть материальная помощь, она как бы тоже невелика. Льготы многодетные, мы о них тоже говорим. Неплохая мера социальной поддержки, которая сейчас работает именно на территории Астраханской области, это помощь на приобретение школьной одежды, школьных принадлежностей детям из многодетных семей. Региональный семейный капитал на третьего и последующих детей. Но это все речь идет о малообеспеченных семьях, семьях, которым нужна материальная поддержка. Работают законы, пусть не велики, а там немножечко, да, еще какая-то мера немножечко. Мы неплохо помогают депутаты областные, вот мы напрямую с ними работаем, иногда пишем ходатайство, иногда сам заявитель напрямую обращается к депутату, там оказывают материальную помощь. То есть вот понемножку вещевая помощь от населения. То есть без внимания эти теми не остаются? Ну, в принципе, нет. Совместно вот мы тоже с социальными структурами проводим такие неплохие акции, в которых участвует все население практически. Ну, не все население, но очень большая часть населения, жителей, да, и города, и района. Это вот акция «Первоклассник». Ведь мы, собирая, даже не сами мы собираем средства, а мы как бы организуем руководителей, организуем жителей, и они сами предоставляют эту помощь семьям, да. Акция такая вот, хороший проект существует, это акция «Подари ребенку Новый год». То есть если посмотреть вот со всех сторон понемножку, в принципе… Ну, наши телезрители уже задают вопросы, правда, они не все связаны с темой нашего разговора. Я как бы тут скажу еще два слова, ведь задача не обеспечить эту семью стоит, а задача именно вот на трудном этапе поддержать. Да, а в принципе вся забота, да, и о содержании, о воспитании, об обучении детей, она же лежит на родителях, никто это не отменял. Вот, я многодетная мать, воспитала четверых детей. Есть ли у нас в регионе награды для многодетных матерей, кто на них может претендовать? Да, у нас есть хорошая награда на территории Астраханской области «Материнская слава». Пакет документов на эту награду мы собираем, мы приносят, нам предоставляют до 1 октября каждого года. И здесь нужно отметить, что это семьи, ну, в принципе, интересные, можно так сказать, где родители воспитали достойных детей. Мы сразу оговоримся, это не обязательно, раз у вас есть трое детей, значит, вам обязательно дадут эту награду. Нет, в данном случае инициируют, как бы, присвоение этого высокого звания либо муниципалитет, либо организация, в которой работает один из родителей или оба родителей. И они представляют нам пакет документов, который, ну, помогает нам понять, что действительно, да, дети высокообразованные, творчески развитые, у них есть какие-то успехи, там, спортивные, в школе, ну, много показателей. То есть вот такая поощрительная награда на территории Астраханской области, она существует. Ну, если у ребенка есть инвалидность, наверное, через пенсионный фонд, в первую очередь, наверное, выплачивается пенсия по инвалидности, я думаю, так. И на коммунальные, да, на коммунальные льготы. Ну, тут, видимо, мама спрашивает, имеет ли она право на какие-то пособия? Потому что ребенок-инвалид однозначно должен получать пенсию. Ну, сама мама только будет иметь право на досрочную пенсию. Вот сама мама. Льготы, но они платятся, если ребенок, в данном случае, я не знаю возраст ребенка, если ребенок несовершеннолетний, в любом случае все льготы предоставляются маме, коммунальные льготы в том числе. Много плачу за общедомовые нужды, 500 рублей в месяц. Возмещаются ли потом эти расходы путем субсидий? Ну да, мы немножко уходим от темы, но да, 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 через субсидию расходы общедомовые обязательно возмещаются по расчету. Так, бабушке 82 года, нуждается в услугах соцработника. Скажите, во сколько обойдется эта услуга? Не скажу. Значит, это зависит от размера пенсии бабушки, и это зависит от тех услуг, от перечня услуг, которые она закажет. Значит, по этому вопросу нужно обращаться в наш комплексный центр Жуковского 25, телефончик 50590, заведующее отделение соцпомощи выйдут на дом, предложат перечень услуг, посчитают расходы, которые понесет заявитель, но они невелики. Я думаю, что максимум до 500 рублей в месяц. Есть удостоверение медаль к столетию Ленина. Могу ли претендовать на какие-либо ветеранские льготы? Женщина, мужчина? Тут вот не сказано. Я расскажу. Значит, если есть такая медаль, при достижении пенсионного возраста и требуемом стаже для назначения пенсии. Мужчина 25 лет, женщина 20 лет. Могут к нам обращаться. Пенсионный возраст 55 и 60, соответственно. Бабушке почти 80 лет. Какие льготы, кроме как ветерану труда, ей полагаются? Она также является ребенком войны, была в оккупации на Кубани. Ну, по детям войны, значит, льготы существуют только на территории Астраханской области. Это не федеральная льгота. И только для тех граждан, которые не имеют права на льготы по другим основаниям. То есть, если она является ветераном труда, значит, уже льгота, как ребенок войны, ей просто не положено. Тут же следом вопросу, у детей войны какие льготы? Ну, вот я говорю, если только она не имеет льгот по другим основаниям, а только ребенок войны, тогда, да, у них есть право на коммунальные льготы. Нужно обращаться, нужно смотреть документы, рассматриваться. Вот вопрос по теме поступил. Сыну соседки 13 лет, он страдает эпилепсией, порой бывает агрессивным, но мать заботится о сыне, ведет нормальный образ жизни. Недавно узнали, что ее хотят лишить родительских прав. Инспекторы ПДН ходят по домам, частный сектор, собирают информацию о данной семье. Разве такое возможно? Нет, я думаю, что это полнейшая какая-то дезинформация. Я как бы предложила бы вот заявителю в частном порядке мне координаты дать. Нет, никто, ни ПДН, ни КДН, это тоже служба, да, которая занимается профилактикой вот всех этих случаев. Не наша служба, мы ни в коем образом не ищем возможности лишить родителей родительских прав. Мы наоборот все предпринимаем для того, чтобы оказать какую-то помощь семье и сохранить для ребенка эту кровную семью. И если мама положительная... Но тут, видимо, что людей удивило, если ходят инспекторы ПДН, собирают информацию, может быть, сложилось впечатление такое. Вот, они же имеют на это право. Может быть, какая-то другая, но почему же? Может быть, рейд какой-то был, были еще какие-то моменты. Но нет, специально... И любая информация проверяется? Любая информация проверяется, с ней нужно с любой ситуацией разбираться. Я однозначно говорю, что все службы в КУПе стараются только сохранить для ребенка кровную семью. Ну, вот, все-таки еще поговорим о семейном неблагополучии и о выявлении этого семейного неблагополучия. Вы говорите, что межведомственная комиссия, в ее состав входят очень много специалистов. Это и бюро трудоустройства, и врачи, и педагоги. Вот, кроме того, что родители пьют, какие еще причины, какие беды? И чем вот эти специалисты могут помочь семье? Ну, есть такая проблема еще, как равнодушие. Вот, что для одного плохо, а для другого хорошо. Да, допустим. Антисанитария, образ жизни. Вот в этом... Это такой образ жизни. Вот грязно дома, не работаю, да, занята уходом за детьми. Ну, казалось бы, наведи элементарный порядок. Равнодушие, да, в каком виде ребенок пошел в школу, выучил он уроки или не выучил. Хотя семья не употребляющая спиртные напитки. Ну, вот в этом случае мы, конечно, в первую очередь предлагаем работать с психологом. Ведем беседы, объясняем, что это есть не норма, это неправильно. У нас вот, кстати, по таким показателям, вот одна из семей попала на совет отцов. Именно по этой проблеме. То есть родители просто... Полное равнодушие, да. Без различия. Родился ребенок, живет ребенок, накормлен, все. Остальное не интересует родителей. Ну, вот психолог работает... И тоже, вы знаете, вот, извините, я перебила, и тоже вот в такой семье не всегда получается достучаться. Ну, если родителям все равно, то да. В такой семье, да. Если их не трогает судьба собственного ребенка, то какие уговоры могут их изменить? Я, честно говоря, даже не знаю. Вот это равнодушие, потом, ну, ленность, наверное, определенная, если не хотят... Ну, равнодушие, наверное, отсюда уже выходят как бы и остальные проблемы, да. Это и ленность, и нежелание трудиться, и нежелание приготовить, и нежелание убрать, и полное безразличие по всем направлениям. К законодательной базе. Раньше, ну, в Советском Союзе был закон, который наказывал за тунеядство. Сейчас такого нет. Никто не может человека заставить работать. Вы знаете, у нас в мае месяце был инициирован Министерством, вот, нашим, соцразвития труда Астраханской области, очень хороший семинар, федеральный семинар, где присутствовали регионы, где было много депутатов Государственной Думы, Федеральной Государственной Думы, и нам обещают, нам обещают в ближайшем будущем много хороших законов, которые закроют пробелы, которые дадут понятие вот отсутствующим многим делам. Но это большое подспорье, потому что все службы работают в рамках закона. И самая большая проблема, мы опять к ней возвращаемся, пьянство, мы тоже ждем в этом направлении вот каких-то хороших законов. Чтобы родителей можно было хотя бы направить на лечение, правильно? Может быть, медикаментозно помогли бы людям. Ну, вот на этом семинаре вот свою боль высказывали, я еще раз повторяю, регионы Российской Федерации, вот законотворцы обещают. Хорошо, вот вернусь все-таки к специалистам, которые работают в межведомственной комиссии. Вот удается трудоустроить родителей? Удается им как-то вот помочь? Чем можете? Трудоустроить пытаемся, вакансии, вот как бы на которых могут работать, работы на которых могут работать эти родители, они в принципе в службе занятости есть. Но опять же не всегда желание родителя. Уходя от нас, он нам обещает, что завтра он обязательно в 8 утра идет в службу занятости и становится на учет, и ему будут подыскивать работу. Но много случаев, когда спустя определенное большое количество времени он не дошел до службы занятости. Повторно начинаем с ним эту работу. Ну, знаете, вот любопытно, наверное, у этих людей можно брать мастер-класс. На что они живут? Я вот не представляю, что если не будет работы, на что жить? Летом выручают поля, они, ну, может быть, не ежедневно, а там с определенной периодичностью, когда совсем нечего кушать, они выезжают работать на поля. Но это вот основная работа, которой, в принципе, основная масса занимается. Валентина Васильевна, они что ли не только на покушать находят, они еще и на выпить находят? Вот это, вы знаете, для меня, во всяком случае, просто ребус какой-то. Вот как люди, которые нигде не работают, умудряются постоянно пить, они приобретают спиртное? Задаем и такой вопрос. Многие отвечают, что до сих пор они живут на помощь своих родителей. А, кстати, вот межведомственная комиссия и ваши специалисты, они работают только вот с родителями из таких семей, а бабушки, дедушки как-то не привлекаются? Нет, конечно, с родителями нет. Вся ответственность лежит на родителях, только с родителями. Так, вот. Бабушка-пенсионерка. Можно ли отправить ее по путевке в санаторий? Есть ли очередь на путевки и как это сделать? Нет. Лечебными мероприятиями, здоровительными тоже мы не занимаемся. Наши ветераны, наверное, помнят, хорошее такое было профилактическое учреждение, оранжерейное. Многие по нем тоскуют, как говорится, но в настоящее время по техническим причинам оно закрыто, здание было очень старое, и на сегодняшний день никакими лечебными и здоровительными мероприятиями мы не занимаемся. Есть ли программы поддержки малообеспеченных студентов? Не семейный человек, просто студент. Ну вот малообеспеченный, ну может из малообеспеченной семьи. Программы никакой нет, вот именно по студентам, но у нас есть увеличенное пособие маме-студентке. Ну, то есть есть какая-то поддержка? Есть, ну это общее, как бы государственное, федеральное пособие, а так именно программ по студенчеству. Ну там, наверное, что, в первую очередь, наверное, если эта семья интересует жилье, тогда можно будет этот вопрос рассмотреть на уровне администрации района. Есть там программы по жилью, но, как бы, это не мои полномочия. В честном порядке могут обратиться, и мы тогда уже конкретно разберемся, что за ситуация. Но программ нет. Как можно добиться установки пандуса для инвалидной коляски в подъезде? Кому писать, куда обращаться? Ну, насколько я в курсе, у нас пандусами подъезд вообще не оборудованы. Проблема создания доступной среды для инвалидов, она стоит в масштабах страны, как говорится. Вопрос очень такой непростой, но вот что касаемо жилого дома... Ну, у нас, говорю, вообще подъезды не оборудованы пандусами. Не отвечу я на этот вопрос. Не старые дома, не новые. Может быть, свою управляющую компанию затрудняюсь, не готова сказать. Да, обратиться-то можно, вот установят ли, вот в чем вопрос. Вы знаете, мы вот как бы такая структура, да, работающая для именно людей, и у нас ведь тоже в нашем здании, вот на сегодняшний день пока, к сожалению, с этим проблема. Воспитала пятерых детей, есть звание мать-героиня третьей степени, на пенсию ушла в 50 лет, получила удостоверение ветерана труда. То, что на пенсию вышло раньше, сказалось ли негативно на размере пенсионного пособия? Существует ли федеральная надбавка? Нет, не существует. По нашей линии ничего не существует. Может быть, есть необходимость обратиться в пенсионный фонд? Ну, думаю, что нет. Думаю, что нет. Вот еще вопрос. Сейчас вся страна помогает беженцам из Украины. Если в Ахтубинск приедут наши родственники из Украины, будет ли им какая-нибудь поддержка от Вашей организации? Значит, пока на сегодняшний день по гражданам Украины указания следующие. Сбор новых вещей, продуктов питания длительного хранения, средства гигиены длительного хранения. Все это должно быть новым. Если у жителей города и района появится желание оказать такую помощь, мы ее готовы принять. Что касаемо расселения. Официально на сегодняшний день к нам не обратился никто. Есть звонки нечастые, когда родственники интересуются. Да, если приедет, что будет. На сегодняшний день пока мы изучаем следующий вопрос. Желающие принять семью и желающие приехать в Ахтубинский район. Вот у нас есть одна семья, которая звонила. Две семьи еще приходил мужчина, которые как бы не возражали принять бы такую семью. Мы их фиксируем. Эти вопросы все сейчас аккумулирует министерство наше. Но не имея желающих именно приехать в Ахтубинский район, вот прям списочно, да, Ивановы, Петровы, Сидоровы, в принципе, никак мы пока этот вопрос не решаем. Но спрос на прием семьи и спрос желающих мы обязательно у себя фиксируем. Ну а дальше уже по мере поступления. Хочу сказать, что я по этому поводу консультировалась вот вчера буквально с паспортно-визовой службой. Здесь еще информация следующего содержания. Граждане, которые просто сюда приезжают неофициально, они могут проживать определенное время, установленное законом, просто, ну, как гостевать, как говорится. Те граждане, которые уже приезжают с миграционной картой, которую им дают на границе, они в течение семи дней должны обратиться в паспортно-визовую службу для решения своих проблем. Если только эти граждане получат временную регистрацию, все меры соцподдержки на них будут распространяться. Проживаем в гражданском браке более десяти лет. Имеем ли право усыновить ребенка? А закон не предусматривает, может, брак, как бы, для того, чтобы усыновить ребенка, не обязательно должен быть и мама, и папа, одинокая женщина. Тоже может усыновить ребенка? По этим вопросам, я хочу сказать, по вопросам жизнеустройства детей, желающие граждане, приходите к нам, мы приглашаем. У нас есть комната, да, где мы переговорим обо всех этих проблемах. Телефончик 51032. Последний вопрос. Какие льготы у матерей-одиночек? Имеет ли льгота ребенок при поступлении в ВУЗ? Нет. Ну вот, в общем-то, время эфира пробежало очень быстро. Мне остается только поблагодарить Валентину Васильевну за ответы на вопросы, за информацию, которую она предоставила. А вас, уважаемые телезрители, за внимание. Всего доброго и до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин